всем доброе утро вчера уже не стал снимать когда пришли в кафе все были голодные поэтому мы кушали и общались и как-то было не до съемки мы просто хорошо проводили время потом вернулись в номер немножко пообщались и все легли спать потому что дорога немного утомила плюс еда немного разморила а сейчас на улице 5 чем-то утра почти 6 мы уже проснулись по крайней мере салой остальные наверное еще спят правда евгений уже поставил снимать таймлэпс а сам спит а мы сейчас попьем кофе возьмем дрон и пойдем полетаем как раз восход солнца думаю будет красиво попили кофе окончательно проснулись вышли с алой запускать дрон будем снимать горы с высоты птичьего полета остальные по ходу еще спят потому что тишина движение не слышно не видно один евгений фотоаппарата выходил и все вот так у нас по планам где-то и через часик выдвигаться дальше может еще по рм ч погуляем а так планируем ехать и говорили подняться на самую высокую гору украины а как там получится неизвестно потому что вот горы в такой дымке облаках тумане не понятно вроде бы дождя пока не видно но это же горы все возможно но так приступим к запуску дрона а а жду пока снимается time-lapse а так красиво воздух свежий круто не жарко комфортно даже так свежо по сравнению с киевом где духота и кроме как с кондиционером ты не посидишь то здесь вот шорт и футболка и я бы еще что-то накинул но это же классно оконуться в прохладу летом и и и и и и и селились гостиницы заехали на местный рынок здесь много сувениров там белые грибы наливки медовухи всякое такое вышиванки и плюс водопад горные речки поэтому понаблюдаем за водопадом поснимаем прогуляемся по рынку и дальше будем двигаться в сторону говорила слышно уже звук водопада а вот и эта речка под названием пруд вот это все помещение рынка там как раз наши ребята все гуляют правда он только открывается сейчас 9 утра как раз вот начало работы рынка сувенирами остальным видно водопад другой стороны сверху мостика пока я снимал водопад народ уже пробежался по рынку поэтому быстро зайду покажу как видели рынок только начинает открываться еще не все точки открылись камушки в рифму бы сказать блин скользко ходите аккуратно это я еще в кроссовках они в другой обуви шлепок так красивое место шум воды можно сесть на камушках расслабиться послушать так сказать прибой горные речки не только же прибой моря слушать а фотограф все работает как видим популярное место на москву собирается много народа видимо экскурсия какая-то либо просто крупа людей знакомых как тебе фонтан ой фонтан к бассейн бассейн водопад прямо бинго в общем водопад реку посмотрели сейчас еще покупаем белые грибы возможно медовуху там либо вино и отправляемся дальше по нашему маршруту немножко скупились там у нас сушеные белые грибы медовуха местный шериданс вино и что-то еще и все это 40 долларов и все же перед гаверлой поедем куда-то позавтракаем потому что сил нужно набраться чтобы подняться кстати скупились не только мы у тебя ключи а приехали на завтрак заказали ждем пока принесли нам кофе чай заучь вчера долго и нудно обсуждали во сколько сегодня встаем выезжаем чтобы в 10 часов быть около горы гаверла решили встаем кто во сколько хочет но выезжаем в 8 чтобы в 10 быть уже там и того пол одиннадцатого мы еще в еремче заказали завтрак и еще его ждем то есть нам вынесли только как показывал чай кофе а всякие блинчики и яичницы еще нет поэтому что-то мы не вписываемся в тайминги которые сами себе и придумали просто если почитать то подъем на гаверлу занимает 3-4 часа плюс время на спуск еще нужно добраться в соседний город в гостиницу которую забронировали и когда все это будет сегодня непонятно но с другой стороны нас могут не пустить на гаверлу если начнется дождь хотя какой дождь солнце но все возможно народ сидит ждет голодает и чай пьет интересная беседа о первый пошел ну ладно 2 пошел это все мне нормально Это все мне! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наоборот, чем медленнее, тем больше красоты увидишь Но, кстати, местных серпантины не останавливают На регистраторе, я надеюсь, есть эта съемка С одним Который нам вылетел из поворота А на второй камере есть звук Если что, смонтируем Так что не летайте По таким дорогам По таким дорогам А дорога к Гверли все хуже и хуже А тучек все больше и больше Приближаемся к намеченной точке По идее, мы где-то видим Гверлу Но подозреваем, что это Та, что справа выглядывает Но это не точно Здесь настолько красиво, что неохота Даже ничего комментировать Просто охота снимать Смотреть, наслаждаться И все такое Проехали контрольный пункт Въезд стоит 30 гривен человека Плюс регистрируется Каждый автомобиль И теперь еще 8 километров По грунтовке Дальше оставляем машину И отметили нам Самый Коровы И отметили нам Самый короткий маршрут 3,5 км Но по идее он будет Самый Легкий Легкий В кавычках Сейчас покажу карту Здесь оставляем автомобиль Сюда идем Сюда и спускаемся Полезная информация Дайте дом Дали телефон И Спасательные службы Да, вдруг что Звоните Но, кстати, изначально неохотно Хотели пропускать Аля, вы что, не видите? Там же дождь Должен быть Но на крайняк Даже если не поднимемся То поснимаем И полетаем Правда, ограничение У дрона 500 метров В высоту Ой, интересно На какой мы еще высоте Дегреговор Написано 2 А мы сейчас непонятно Ну да, высота 2 км Но мы же не от моря Стартуем Ну да То есть высота там вроде бы То ли метр 800 Вот сейчас То ли 600 Да Но интернета у нас нет В данный момент У оператора Lifecell Нет Сети Вообще Даже мобильной Итого Высота старта 890 метров То есть Подниматься нам Километр С лишним Да Километр 160 170 Но опять же Наш Коротенький маршрут Рассчитан на 3,5 км 3,5 км А время Неизвестно Неизвестно Время узнаем позже Но мы должны успеть И мы должны подняться Ну че Подожди Будет легче спускаться Да Все у нас раку И поехал От КПП дорога Не особо грунтовка Но быстро Не поедешь То ямы То опять ямы То лужи То булыжники Камешки И тут на обгон А вот и опять Солнышко Походу мыло Шары Дождик Хотя обещали С трех часов Александр Обещали С трех часов Но все таки Надеемся Что приедем И он закончится Ну кстати По идее Шанс есть Просвет есть Да Просвет есть Осталось 2 км Дорога Шесть Скорость движения Километров 7-8 в час В принципе Можно идти от КПП Пешком Если что По мнению местных Это грунтовка Дорога Чернозем Да Чернозем Песок Там Просто еще попадаются Высокие булыжники Если у вас машина Низенькая Получаете удары По защите Двигателя Либо По днищу Еще осталось 600 метров Ну да Короче Еще так Минут 5 Зато поднимаемся Вверх Компас Как там наклейка На машинах Зато не пешком Да Кстати Высота у нас Уже 1240 То есть Вовсе не 900 Стартовая высота Виднеется Паркинг Походу Прибыли в стартовую точку Подъема Конечно Дождь Так и не прекратился Хотя Вот там На горизонте Есть просвет Но Тучи идут Непонятно куда И кстати Просвет Здесь один По центру А везде Грозовые И кстати Я вам скажу Гроза и молния В горах Намного эффектнее Выглядит Только запарковались Где-то вот там Ударила молния И такой Грохот был Ата-та Да Подъем у нас занял Порядка 40 минут Скорость была 7, 8, 10 км в час Но Стартовая точка Красивая Правда Опять же Начался дождь Подниматься пока не будем Просто погуляем Даже если он Ну Не прекратится Охота бы Слышите? Охота бы Дождаться что? Чтобы дождь прекратился Потому что Дрон Во время дождя Также не запустишь Ага верла Ага верла Шел второй час Восхождение на говерлу Один уже устал Привал Такое Такое А еще связь с Телефонным оператором Да И у нас есть Вайфай Точка доступа Один телефон А две машины И пять Нахлебников Решили просто Подойти К подножью Говерлы Зайти в лес Хоть где-то побывать Можно еще Где-то упасть Let's go И Оттуда Подмочил дождик Тропинки Обувь по погодке Уже мокрая В идеале Мы ждали Окончание дождя Чтобы подняться На гору Но Хотя бы Полетать Но дождь Все капает И капает Нам бы Хоть Минуток двадцать И мы бы Заглянули Хоть с камеры Дрона Как оно там Горы намекают Что не будет Нам хорошей погоды Все это Автобусы С туристами Ладно Ждать бессмысленно Собираемся Домой Ой Домой В Рахов Дожидаемся Евгения Который снимал Таймлэпс Грузимся И едем Правда Изначально Минут сорок Наверное По вот этой Грунтовке В кавычках А потом Еще часика Два До Рахова Я кстати Поначалу Не заснял Но по словам Александра Вот эта Речка Когда мы только Приехали Ну там течение Было еле-еле И вот После Наверное Двух часов Дождя Вот какая она В плане Насыщенностью С водой Такс На улице Восемь вечера Мы добрались В Рахов Заселились Уже в гостинице Номер у нас Люкс Остальные Ребята Живут Полулюкс То ли стандарт Но номера Кстати отличаются Разница всего лишь 100 гривен Это 4 доллара Но у них Это Одна комната Две раздельные Кровати Душевая кабина Туалет Что-то такое У нас же Больше похоже На небольшую Двухкомнатную Квартиру Вот это Комната Диван Кресло Столик Здесь у нас Душевая кабина Туалет Такая прихожая И спальня Двуспальная кровать Шкаф Тумбочки Зеркало Кресло Телевизор Больше похоже На двукомнатную Квартиру Небольшую Те номера Немного попроще И вид На центральную Улицу Города Рахов Так Сейчас покажу И да Закон подлости В действии Как только Добрались В финальную Точку Сегодняшнего Дня На улице Закончился Дождь Совсем Закончился Потому что Как только Мы приехали К горе Гаверла Он как начался Мы возвращались Он шел 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 Немножко Меньше Немножко Больше И когда только Мы уже оказались Так сказать В месте Нашего Ночлега Естественно Можно закончить Да Дождь Ну а сейчас У нас по плану Ужин А потом Собираемся Так как у нас Квартира Комната Номер Побольше У нас есть Диван И столик Вся компания Приходит к нам Будем общаться Мы взяли Карты Будем играть В настольную Игру Под названием Уно Наконец-то Попробуем Это сделать В шестером Потому что До этого Максимум Играли В пятером Или в четвером Не важно И кстати Сегодня вечером Как раз и обсудим Наши дальнейшие Планы на завтра Потому что В планах было Поехать На озеро Синевир Но так как Дождь Возможен По прогнозу Будет обидно Приехать И как сегодня Ситуация Потому что Судя по Гугл картам По расстоянию Вроде бы Недалеко Там Порядка 200 км Но ехать Показывает 6 часов То ли там Дорога убитая Как например Сегодня Грунтовая Дорога Либо же Не знаю Там Сложные участки Дороги Там Подниматься В горы Не знаю Поэтому Будем решать Либо же Выберем Себе Другое Направление В чем Кстати Плюс Путешествия На автомобиле Куда Хотим Туда И едем Ну Будем Собираться На ужин Если Не брать Во внимание Номера То Очень Классное Место Здесь Это Ресторан При гостинице Во-первых Цены Раза В два Ниже Чем Яренче Выбор Огромный А чтобы Не так Скучно Было Ожидать Заказ Можно Решать Всякие Задачки Судоку Морской Бой Найти Отличия Большие Бокалы Узвара Так что Ресторан Рекомендуем Первое Блюдо Бограч Три Вида Мяса Остренький Суп Солянка Борщ Борщ Украинский И Солянка Все так вкусно Что я забыл Снять Драники Грибная Вареники Черные вареники С брендой И там От шефа Да? Да Там 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 А ты С чем Запользовала? Просто До новых встреч Редактор субтитров